все замечают когда начинают отрабатывать это положение что если не стараться в нем усидеть наверху хорошо я просто улечу вот так да детский вариант я просто проиграю два балла вот так поэтому моя задача верхнего когда человек пошел в дип в сущности сделать то что он хочет упереться руками подвинуть сюда эту ногу и оказаться в этом положении почему вы некоторые например уловка оказываются положить что зашли пить они как в таком положении человека лежит на боку делает немножко креветку вот засовывает верхнюю ногу вот мне вот и просто толкает меня их бум у меня все заканчивается то есть вот этот вариант с ногой здесь вообще не жизнеспособен вы только что облажались по крупному ничего отсюда не сделать поэтому ноги ставят коленку сюда конечно хорошо если у меня нет изберима если я не приконтролировал трубу хорошо вращаются туда я оказываюсь здесь то есть неправильно поставленные ноги заканчивается для вас тем что вы просто два балла проиграете максимально быстро в нелепом положении поэтому ваша задача здесь вам полезли в дип уперлись ногу это загнали сюда максимально стабилизировались как ни странно он тоже хочет чтобы оказались в этой позиции редкий случай когда все хотят одно и того же вот мы здесь здесь очутились теперь нам нужно раскалывать эту позицию чтобы я не рекомендовал даже в ги заниматься здесь ногами знаете бессмысленно максимум если вас что-то смущает можете опрокинуть его чуть на эту сторону вообще в основном он сам это положение окажется поэтому ничего дополнительного не добиться ваша цель вот эта рука чаще всего здесь наибольшее пространство нулей если человек хорошо прижимает эту руку в любом случае высовываем сюда ладошку подтягиваем руку сюда что мы делаем теперь я иду к этой руке грудной клеткой стараюсь так чтобы его спина освободил чтобы он не лежал на спине а моя нога при этом практически встала на землю я под уперся коленом иногда я даже подтягиваю ногу человек чувствует что я пытаюсь вырвать он меня немного преследует ногами он оказывается в таком скрюченном положении голова здесь руки здесь и просовывайте руку глубоко она должна просто прижимать его трицепс вашем грудной клетке что вы делаете если тут расстояние вы наклоняетесь вперед не тяните эту руку сюда я сейчас посмотрите в плане руку тянуть блин ты охренеть можно там какое давление нет я так не делаю я прижимаю грудную клетку к этой руке для чего для того чтобы хотя бы в какой-то степени включить спину то есть если я буду тянуть руками я клянусь я не выдерну его руки а точнее если я прижмусь грудной клеткой я сработаю спиной и оторву чуть подвернул взял вот такой вот кренделечек завел руку за спину никогда не перехватываем на лету вот этим гусарским движением потому что на нем обычно лёха готовься к этому движению и он снова вернулся сюда и мы снова бляху муха начали с одного и того поэтому мы оказались в дипе наша цель сразу по возможности вот это вот загогулировать после этого я иду грудной клеткой повернул человека на прижался вырвал эту руку взял запястье взял себя здесь за трицепс завел прикончен залез я сразу занялся рукой теперь чуть двигаюсь разворачиваю за счет ноги грудной клетки прижата его рука прижался выдернул взял взял завел давайте я попробую она очень простая очень мало 3 но там есть сложный момент с балансом вы должны найти это движение вы должны быть очень хорошо сбалансированы как только вы здесь расслабиться вы рухните вас перевернут но вообще пока его головой здесь рука захвачена вы довольны еще раз секундочку вам не надо бояться свипа с его стороны посмотрите пока мы здесь свип очень вероятен он бам и делает его как мы сейчас с вами отрабатываем как только вы схавали руку разделась и у него заблокировано плечи ему сначала надо что-то с этим сделать а я не даю с этим ничего делать я наоборот его разворачиваю на эту сторону голова здесь колено уперлось живот руки прижаты я занимаюсь рукой он это чувствует он защищает руку и мне это не до выкрутаться сейчас вы все это почувствуете давайте в режиме один-другой работаем раз-два неправильно если вас посадили на бедро грубо говоря если вы оказались здесь и лёха меня толкнул назад нет 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 не сейчас не выкручивать просто возьми толкни и себе за голову если я так упаду это плохо потому что у меня считай перевернул сейчас просто перевернется спокойно я проиграл два балла но если мы залезли в это положение я себя в руку и сам сюда залез но стремится чтобы я не прошел другое дело сейчас мы не будем это подробно разбирать это на следующей тренировке но те кто там занимается давно все помнят дамы проходили эти вещи что если я сам вот так сел еще и с рукой то на самом деле я начинаю выигрывать эту позицию потому что моя то есть тут в джиу-джитсу вообще очень важен фактор в партере в борьбе кто первый начал движение то есть чья инициатива она может выглядеть похоже положение если стопка в одном случае меня заставили упасть у меня первое что мне надо сделать восстановить баланс потом начать делать свое движение мне нужно два шага ему нужен один у меня два шага ему один а если я зале первым он залез сюда я повернулся и сел сюда он меня догоняет он не хочет потерять позицию бум это я сделал движение соответственно ему надо восстановить положение а мне не надо я продолжаю так поэтому упасть на бедро это не ошибка нужно чтобы это сделали сами четко выверенно чтобы вы развивали атаку что я сейчас хотел вам показать хорошо пока с этими падениями на бедра и прочими моментами всеми пенсел тушаолин вся эта хрень нам не нужна мы сейчас попробовали оторвать человеку руку у нас все получилось что же сделать нижнему когда он вдруг понял что чай это самый чаще самый частый залет что мы оставили руку или мы даже ее прижимали но все равно туда кто-то вкрался давайте посмотрим что же будет делать нижний если ему с этой рукой так не повезло и так я залез и попался с этой рукой и понимаю что это жёстко сейчас начнут отрывать ваша задача перво-наперво сместить эту руку чуть ниже и глубже видите я перехватил была вот здесь чик перехватил теперь ваша задача добраться здесь до этой руки вот этой рукой и теперь смотрите что получается когда я прихватил вот здесь это мой дополнительный то есть вы должны сместить руку чуть ли не сприжать локоть зафиксировать перехватить эту руку зато что она оказалась очень глубоко и начать делать первый свет переворачиваться у человека еще и рука кажется довольно в дерьмовом положении просто сейчас на разгарте будет это заметить я снизу вот мы здесь человек просунул руку я прихватываю плотней чуть ниже и хватаю здесь руку прихватывается абсолютно предплечье неважно вот я зафиксировал это уже мой захват вот тут это его захват как только сюда рука зашла вы должны чуть ниже прихватил зафиксировали видите как я фиксирую раз-два и вот теперь я начинаю с этим захватом идти сюда это мой дополнительный захват начинает оттерять плечо ронять его на землю переворачиваться попробуйте сейчас то есть важно никогда не пытайтесь сделать лютое движение вы просунули руку сюда а вы его вытащили и хотите куда-то там просунуть это закончится были вы вас захватили и прижали выбираете выбираете какой-то момент он же как дернул не получилось он в какой-то момент пойдет назад вам вы перехватили поглубже вам прихватили его руку когда вы зафиксировали руку локтем и ладонью в районе бицепс или предплечь все это ваш захват это уже ваш рычаг они его то есть он ему мешает или помогать давайте буквально час несколько минут один другой один другой это попробуем то что я сегодня на чем я хотел на этом пролезанием ходу для верхнего атака для нижнего защита у меня нет трусиков под лосик